По грязи и железнодорожным путям приходится водить своих детей в садик жителям улицы Северосадовой. Единственный детский сад там закрыли несколько лет назад, а здание перевели в жилой фонд. Других учреждений для школьников в шаговой доступности в микрорайоне нет. Поэтому родителям и приходится искать короткие пути до ближайших садиков. Как справляются молодые мамы и будет ли решаться эта проблема? Разбирался Никита Тузов. Путь от улицы Северосадовой до Большего молодым мамам Анастасии Бурцевой и Надежде Головниной приходится преодолевать дважды в день. Это самая короткая дорога от дома до детского сада. Но и она занимает почти час. Подъем в гору, грязь и железнодорожные пути. При этом Анастасии приходится вдвойне тяжело. Ей не с кем оставить младшую дочь, пока она ведет сына в садик. Сейчас я вынуждена их практически носить на себе, так как у нас такая погода плохая. Ездят они у меня вдвоем в колясочке. Поменяли мы уже вторую, так как первая у нас, к сожалению, развалилась. Соответственно, приходится мучить детей, возить их. Они очень сильно устают. Не мучить детей мог бы помочь детский сад по адресу Северосадовая 8. В нем воспитывались еще некоторые из взрослых жителей микрорайона. Да только садика здесь давно нет. Больше шести лет здание разделено на комнаты. В них живут люди. Два года ходила в этот детский садик. Старший брат у меня ходил. Здесь были ясли. Ясли снесли, когда отдали садик под жилье. У них сейчас там площадка, сейсли тоже не хватает. Я бы с удовольствием отдала в ясли, потому что надо выходить на работу. И это был бы единственный детский сад в шаговой доступности. Есть и городская программа, которая могла бы позволить решить проблему. За последние несколько лет в городе детским садам удалось свернуть десяток зданий. Для своего возрождения некоторые из них городская администрация сдавала в аренду. Чаще всего там находились торговые центры. Это здание было продано частным собственникам, которые открыли здесь магазины. Но три года назад администрации удалось выкупить его обратно. А в прошлом году садик вновь открыл двери для своих воспитанников. Но на Северосадовой ситуация сложнее. Нескольким семьям пришлось бы искать другое жилье. Впрочем, некоторые уже готовы пожертвовать своим комфортом ради благих целей. В принципе, нам нравится, тепло, хорошо. Скажите, а на какие условия, скажем так, вы бы согласились приехать? На любых. Но желание продать свою жилплощадь горят далеко не все. Сами жильцы оценивают стоимость комнат в 300-400 тысяч рублей. За эти деньги, говорят, жилья лучше в Кирове им не найти. Откроется ли снова детский сад в этом здании, будут решать городской администрации. О планах там обещали рассказать уже завтра. Никита Тузов, Антон Мамаев, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давичи.